здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы вяжем юбку по просьбам по вашим крючком правда девчонки спицами будет будет но попозже я вот вы знаете заказала этой пряжи тонкой килограмм еще не понимая зачем она мне нужна вот но сейчас я понимаю шорты одни связала вторые крючком будут юбка будет спицами юбка будет крючком поэтому я так понимаю не зря ее заказала вот это было вступление сейчас вяжем значит пряжа у меня акрил 50 грамм 305 метров то есть это 600 метров 100 граммах вязать буду в одно сложение вот от шортов у меня остатки начну с этих клубков вот далее вариант этой юбки девчонки буду проговаривать опять же на протяжении всего видео как обычно все нюансы то есть можно связать детскую можно связать взрослую можно связать прямую можно связать расклешенную все это я по ходу дела с вами разберу вот первым делом меня меряем обхват бедер в самом широком месте и набираем цепочку вот по количеству вернее по этой вот длине плюс там пусть будет 5 сантиметров не больше на свободу облегания 5 сантиметров то есть если это 100 сантиметров то набираем цепочку из 105 петель но еще корректируйте как у вас потому что после цепочки обычно у них у некоторых людей полотно получается стянутое у некоторых наоборот растянутая в общем корректируйте девчонки по своему как принципу вязания особенность по своим особенностям вязания да так вот вроде бы как пока все сказал а еще что хочу сказать что количество петель должно быть кратно 5 для того чтобы потом мы наш узор туда впихнули так сказать вот набрала я нужное количество мне петель вот теперь замыкаю в кольцо смотрим здесь чтобы не было перекручено вот так вот я выравниваю всю и замкнув колечко и буду вязать столбиком с накидом но вязать мы будем в круговую но поднимать будем ряд я все покажу чтобы не было у нас нюансов разных так полустолбиком я полустолбиком я замыкаю так есть теперь две воздушные петли подъема что я говорю и теперь вяжем целый ряд столбиком с накидом в каждую петелечку потом краешек мы еще обвяжем красиво так что вот этот ряд мы вяжем такие вот образом столбиком с накидом по кругу до конца ряда вот по кругу пока мы сюда не придем и так провязала я ряд вот сейчас вот еще контроль чтобы было все ровненько вот я еще одну петелечку провяжу и замыкаю кольцо полустолбиком вот один ряд у нас есть теперь 2 воздушные петли подъема и далее из каждой петли вывязываем снова столбик с накидом но с промежутками вяжем три столбика теперь воздушную петлю одну петлю пропускаем и со следующем начали со следующей начинаем и вяжем снова три столбика с накидом вот и сделаем для поясочка вот такие вот дырочки вот весь ряд мы вяжем таким вот образом через каждые три петли мы делаем дырочки так и так довязывая ряд до конца как видите здесь пришлось на дырочку очень удачно я делаю воздушную петлю вот я и сделала и соединяю соединительным полустолбиком делаю две воздушные петли подъема и начинаю за третий ряд третий ряд у нас идет весь столбиками с накидом здесь где у нас было дырочкам просто из этой дырочки вывязываем столбик с накидом и так продолжаем весь ряд так вот связала третий ряд довязала здесь довязываем и замыкаю кольцо полустолбиком так теперь мы переходим к узору делаем две воздушные петли подъема делаем накид пропускаем две петли из третьей петли вывязываем этот столбик с накидом и еще один всего два столбика с накидом делаем воздушную петлю между ними и из этого же столбика вывязываем еще два столбика с накидом теперь снова делаем накид пропускаем 1 2 3 4 и из пятого вывязываем два столбика с накидом воздушная петля и снова два столбика с накидом то есть вот эти узор состоит из вот этих вот ракушечек 1 ракушечка 2 столбика воздушная петля 2 столбика из одной петли между ними по 4 петли то есть из каждой пятой петли я вывязываю вот эту вот ракушечку здесь воздушных петель между ними не нужно только в центре между этими двумя столбиками с накидом нам нужна эта воздушная петля все вяжу до конца ряда таким образом так вот я дошла смотрите до конца и теперь я вот замыкаю кольцо в уголочек этого этой ракушки видите цепляю сюда его теперь я буду передвигаться вот таким вот образом смотрите один полустолбик второй полустолбик это для того чтобы у нас было 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 красивое полотно и в эту дырочку теперь делаю два воздушных 2 воздушные петли и 1 столбик с накидом воздушная петля 2 столбика с накидом 1 2 то есть следующую мы подцепим вот тоже сюда за уголочек этот на думаю понятно и продолжаем дальше вязать этот узор только теперь мы в середину этой ракушечки из центра вывязываем вот эти 4 столбика с накидом и между ними воздушная петля вот по сути весь узор единственный нюанс что хочу сказать так мы продолжаем вязать 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 до нужной нам длины теперь видите вот сейчас у меня через 4 воздушные петли я вязала вот у меня ровное полотно как бы получилось после пояс . если же вы хотите чуть присборенное полотно делайте здесь вот в этих промежутках не 4 столбика пропускаем а допустим 2 столбика и уже полотно получится чуть присобранным если еще через один столбик изначально связать далее уже вязать ровно если это детская юбочка и надо ее присборить то делайте вот здесь вот в первом ряду промежуток 1 столбик 1 столбик у вас получится присобренное присборенное полотно вот так варианты рассказала сейчас вяжем просто ровное полотно теперь мы продолжаем вязать ровное вязание у меня это будет ровная юбочка если это пляжная юбочка для девочки то понятное дело что она сгодится и так будет хорошо под купальничек если юбка нужна для женщины подлиннее нормально под колено и либо на средину колена то понятное дело что вам придется подшить подкладку под нее вот ну я думаю вы уже додумаете сам принцип я показываю как ее связать еще покажу вариант чтобы сделать рюши как сделать низ вверх все это мы сейчас сделаем пока продолжаем ровное вязание так и так девчонки вот смотрите сколько я провязала даже не буду говорить и мерить то есть длину вы определяете плюс к тому же вы же учитывайте что вы учитываете что мистер вещи разутюжится что хочу еще сказать если вы хотите раскрешенную юбочку как бы ярусами знаете как сделаете вот допустим один ярус вы связали а потом вы вяжете узор не по две петли вот эти вот ячейки 222 а 33 да и у вас уже пойдет расширение далее еще третий ярус 44 и вот таким вот образом я думаю вы поняли да что узор не из двух а вот здесь вот три столбика и три столбика потом еще через 10 15 сантиметров 44 ну в общем так теперь мы сделаем краешек и поясок нет краешек краешек я делаю вот таким вот образом сейчас то есть еще один такой ряд я провяжу но только между вот этими петлями я сделаю пико из трех петель таким вот образом еще 2 столбика с накидом то есть такие зубчики сделаю просто по краю чтобы как-то его украсить тот же узор только по срединке не воздушная петля а пико из трех воздушных петель 1 2 3 и вернулась вот сюда вот здесь закрепила столбиком без накида вижу так целый ряд вот они видите такие пимпочки вот такой вот получается краешек при такой обработки да и сейчас я еще я еще по верхнему краю сделаю точно такую же отделку через три столбика провяжу просто ряд столбиками без накида и через каждые три столбика буду делать вот такой вот пико так то есть зубчики у меня будут и по верхнему краю и вот образом я еще здесь вот девчонки смотрите я уже обвязала и разутюжила вот такая вот красота вот ну вот правда ну красота же девчонки смотрите такая и пчелка вот еще покажу вам на манекене снизу вот такая вот она еще поясочек вижу вот провязалась обычную цепочку и простым столбиком один рядок все больше такой вот шнурочек у меня будет для пояска сейчас я вам покажу на манекене это все дело девчонки вот смотрите манекен правда у меня квадратный но по-моему красота вот правда же девчоночки смотрите какая красотулечка на мой взгляд так еще одну просьбу я исполнила ваш осталось в планах только юбка спицами и шурты крючком и я думаю с летними вещами мы закончим и начнем уже потихоньку готовиться к осени первым делом будут штаники все девчонки на сегодня все с вами была некая школа рукоделия всем пока пока